Прикоснуться к живой истории Донского края мог каждый житель и гость города Азова. Здесь состоялась реконструкция Азовского осадного сидения. Увлекательное и волнующее событие, основанное на реальных фактах. Девятый Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению Донских казаков 1641 года, прошел на подлинном месте этого исторического события у Валов Азовской крепости. На праздник из других городов России специально приехали тысячи людей. Среди них и наши коллеги из телестудии Дон Православный. Им слово. 17 век. Азов. Французский инженер на службе у Османской империи. Оливье Жульен, как назвал себя участник реконструкции Азовское сидение Павел Ждамиров, занимается артиллерией и фортификацией. А чем же он стреляет? Конечно же, чугунными ядрами. Но это если так, как было раньше. А сейчас, в данный момент, мы стреляем просто теннисными мячиками. В реальности жертв не будет. Взрывы готовили профессиональные пиротехники. А пока не начался бой, подданные Османской империи могут неторопливо готовиться. И знают ли они, что еще немного, и османскому флагу на этой земле не сдобровать. Казаки не отдадут Азов. Уже в девятый раз здесь проходит Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов. Участвуют десятки городов. Костюмы воссозданы до мельчайших деталей. И ни одна из них не является лишней. Во время боя казак сюда закладывал подкову. И подкова не давала возможности нанести смертельный удар. Амортизировала. И даже находясь сзади, удар если по спине находился, пружинила. Это понятно, что не спасало, но, во всяком случае, давало какой-то шанс человеку остаться живым. В костюмах ли дело или в чем-то другом, трудно поверить, что эти люди наши современники. Мы вживаемся в этот образ месяцами. Вы сейчас видите только финальную часть мероприятия. Ребята живут в исторических лагерях, едят из посуды глиняной, питаются той едой, которая была в те годы. Около пяти тысяч казаков. Сотни казачьих жен против 250 тысяч османов и их наемников. И хотя на этот раз небо не почернело от стрел, дым топился до небес. Осада, длившаяся три месяца, завершилась. Победу дорогой ценой одержали казаки. Больше их часть полегла. Кто-то из зрителей называет день, проведенный в компании реконструкторов, этно-туризмом. А кто-то смотрит на это, как на самую настоящую реальность. Ну, ему понравилось, как дрались все и русские, и дурки. Интересное отношение реконструкторов ко времени. Ведь эти люди, как никто, знают, как всего за 30 минут прожить несколько тяжелейших месяцев осады. В этом чудо искусства реконструкции.